МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока без клубов КХЛ. Международная федерация хоккея возрождает кубковый европейский турнир. Накануне в КХЛ состоялись всего два матча. Первый из них в Казани, где местный Акбар в случае успеха возвращал себе первую строчку Восточной конференции. И казанцам это удалось. Но как? Реализовав на 16-й минуте большинство, хозяева ушли в глухую оборону и стали откровенно играть на удержание. Во втором периоде нижегородцы нанесли 14 бросков по воротам Акбарса. При этом хозяева ответили лишь шестью. И один из них вновь стал результативным. Отличился Евгений Медведев. Заключительный игровой отрезок начался с удаления Александра Бурмистрова, что привело к голу Салменина на 42-й минуте. После этого казанцы еще плотнее прижались к своим воротам. В результате в третьем периоде торпеда нанесло в 4 раза больше бросков, чем хоккеисты Акбарса. Но счет больше не менялся. И благодарить за это Казань должна Константина Барулина, который не только 34 раза отбил шайбы, летящие в его ворота, но и не дал сопернику реализовать. Буллит 2-1. А в Братиславу в гости к Словану накануне пожаловал Атлант, который ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф Кубка Гагарина. Несмотря на усталость, команды проводили второй матч. За два дня Атланту пришлось еще и совершить небольшой перелет. Слован оказался куда активнее того же Акбарса. Словаке нанесли 39 бросков по воротам Станислава Галимова, но тот был надежен и не справился со своей вратарской задачей лишь однажды на 10-й минуте, когда его команда оборонялась в меньшинстве. Однако недолго радовались трибуны словно авторены. Менее чем через три минуты Рафаэль Батыршин восстановил равновесие. В итоге дошло до серии буллитов, где Галимов вновь был непробиваем. А вот его визави пропустила Традулова. Атлант приближается к зоне плей-офф на расстояние четырех очков. Тем временем КХЛ определила лучших игроков 13-й игровой недели. Среди вратарей таким признан Марк Деканищ из Медвежчака. В четырех выездных матчах кипер одержал три победы, в том числе две сухие. Самым надежным защитником стал Петер Подхрадский из Донбасса. В четырех тречах добившийся показателя полезности плюс шесть, набравший два очка. Среди нападающих вне конкуренции оказался рижский динамовец Микс Индрашес. В трех играх форвард набрал пять очков при показателе полезности плюс четыре. Ну и лучшим новичком стал нападающий локомотива Вадим Хлопотов, который в четырех матчах заработал в свой актив два очка. Лига чемпионов пока что без клубов КХЛ. Накануне стало известно, что Международная федерация хоккея возрождает кубковый европейский турнир. Планируется, что первый розыгрыш стартует уже в августе будущего года. Однако среди 26 заявленных участников не оказалось клубов КХЛ. В турнире примут участие две австрийские, четыре чешские, столько же немецких и швейцарских команд. Самое большое представительство у шведов и финнов по шесть клубов. Вот как раз участие финской команды и стало главным камнем преткновения. Со следующего сезона Йокерит входит в КХЛ, но в Международной федерации разрешения на участие этого клуба в Лиге чемпионов так и не дали. Накануне президент КХЛ Александр Медведев прокомментировал ситуацию агентства «Итартас». Мы оставляли за собой право определить, кто будет участвовать с нашей стороны в первом сезоне Лиги чемпионов и включили команду Йокерит, которая будет играть в КХЛ в следующем году. Это стало камнем преткновения. Я получил письмо с официальной позиции, где было написано, что допускать развитие КХЛ на европейском пространстве противоречит интересам Лиги чемпионов. Я считаю, что без участия клуба в КХЛ это будет второсортный турнир, и его победитель никогда не сможет претендовать на то, чтобы называться лучшим клубом Европы. Впрочем, есть еще надежда, что точка в переговорах не поставлена, и до августа многое может измениться. Главный идеолог возрождения Лиги чемпионов, глава Международной федерации Рене Фазель, не исключает того, что клуба КХЛ в турнире все же появится. Участие клубов из России возможно в этом сезоне, но это зависит от КХЛ. Есть несколько вайлдкарт, и совет директоров турнира решит, кому их дать – французам, норвежцам, датчанам или русским. Нам важно начать турнир, и я уверен, что мы придем к тому, что и российские клубы будут здесь. Теперь к делам внутри российским высшей хоккейной лиги. Накануне были сыграны два матча, в которых хозяева не смогли порадовать своих болельщиков. Динамовцы из Балашихи проиграли гостям из ВМФ Карелия, а один из лидеров турнирной таблицы Кубань не справилась с ТХК. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ – день отдыха. Самое время обсудить последние яркие события, произошедшие в хоккейной жизни страны. Этим займутся Игорь Ларин и Сергей Гимаев в «Проброс-шоу» 16.00 КХЛ ТВ-HD. Через несколько дней в регулярном чемпионате КХЛ будет объявлена третья в этом сезоне пауза на Евротур. Кубок Первого канала 2013 обречен стать историческим. Возможно, рождается новый Белелединов. Возможно, появляется новая сборная России. За неделю до Кубка Первого канала и за два месяца до Олимпиады в Сочи нам есть что обсудить. А у меня на этом все. Удачного дня. Увидимся завтра. Продолжение следует...